Всем привет! Меня зовут Калашников Андрей. Сейчас я нахожусь на проекте, который называется «На экране». И получилось так, что мне дал модератор задание рассказать о своих татуировках. Я когда-то собирался это сделать, но всё откладывал, потому что очень часто появляются копии татуировок. Часть моих оригинальная, несколько первых неоригинальные, но всё равно показывать и демонстрировать их открыто не хотелось. Фотографии, естественно, я выкладывать не буду. Ну, сделаю небольшое видео, где вы не сможете вырезать мои татуировки и сделать их себе. Итак, начнём с моей первой татуировки. Сделал я её, по-моему, лет так 13-14, наверное. Это вот такая вот кассета. Конечно, татуировка эта является неоригинальной. Скопипастил я её из Гугла. Единственное, что я тут добавил сам надпись на английском, на которой написано «Моя муза всегда со мной». Тогда я занимался ещё рэпом, музыкой, творчеством, много писал рифм, песен. И этот отпечаток моей жизни очень отложился во всём этом деле. И появилась вот эта татуировка, кассета рэпа. Я её называю как трек у Нелла и группе Марсель. Так, следующая татуировка. По-моему, сложно уже вспомнить. Такая большая ошибка, потому что она не очень хорошо исполнена. Но на тот момент мне казалось, что это довольно-таки круто, и я смогу щекотать себя сам. Ещё татуировка была связана... Типа я тоже тогда ещё занимался музыкой, но не так усиленно, но всё же она была в моём сердце. Я левша, и это перо на левой руке, и, знаете, текста я пишу своей левой рукой. Поэтому это перо, которым я пишу свои текста. Вот такая была задумка. Ничего не скажешь. Третьей татуировкой было... Вот этот глаз был. Вот так вот он выглядит. Вот тут небольшой в центре слоник. Если приглядеться, на самом деле это блик, понятное дело, да? В общем-то тут кинжал просто входит в глаз, и никакого смысла тут абсолютно не задумывалось. Решил я делать эту татуировку, наверное, через 10 минут, как пришёл в салон. И такой, слушай, чувак, крутая картинка у меня есть. Давай вольнём. Он такой, давай. Кстати, подмышкой татуировки делать крайне больно. Это всё отдаёт сердце, потому что это с левой стороны. Очень-очень неприятно. Была, была, была... По-моему, вот эта татуировка вроде как... Вроде бы не помню. В общем, следующая татуировка вот такая чудесная дама мёртвая. Иногда я играю её губками, иногда глазками подмииваю, в общем-то. Два... И персонаж второй, это парень. И скелетик, которым помогал, это мёртвая принцесса, скажем так. Что ещё? Это фильм Тима Бёртона. Вдруг невесты, кто не понял. Вот. Следующей татуировкой была... 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 Была роза на ноге. Так, вот так, как бы её показать-то? Сейчас. Как-нибудь... А! Так. Вот, вот такая вот роза. Она должна была быть потом в дотворке, но... Что-то мы как-то передумали. Не передумали, а не закончили в этот вечер. Я что-то как-то запустил её, в общем, решил не заканчивать. Следующей татуировкой была, не отходя от дела, вот такая вот татуировка. Сейчас покажу вам вот такие две замечательные тату-машинки на моей ноге. Одна и вторая. Обе индукционные. Она тоже является незаконченной. Тут нет, практически... Тоже незаконченная. Что дальше было? Было дальше вот этот вот замечательный девятый. Вот так вот он исполнен. Он, типа, прикрывается такой за стеночкой стоит. Не знаю, как показать, чтобы понять не было. Вот. Вот так вот он выглядит в стиле ЧБ, в реализме. Вот тут вот он вылазит из-за стены, типа, такой подглядывает. Тоже фильм Тима Бёртона. Затем была вот такая замечательная дама. Это Бонниен Картер, бывшая жена Тимы Бёртона, режиссёра. Снимался во многих, практически во всех его фильмах. Замечательная дама, выполнена в реализме. Задумалась в чёрно-белом, но потом решили накидать красные цвета и помаду. Что ж потом-то было? А, потом была татуировка вот этого Битл Джуса, которого я так и не закончил. Кто смотрел Битл Джус, фильм очень довольно-таки старый. Он назывался, он унесённый ветром, но там был персонаж, который звали Битл Джус. Вот. Вот здесь мы его начали делать уже. И потом он здесь проявится. Когда я снова решусь сделать татуировку на подмышке. Последней татуировкой была вот эта. Это была татуировка логотипа проекта на экране. Делал мне его человек, который первый раз в руке держал машинку за ночь до вылета на шоу. Вот она сейчас уже практически заживает. Я её тут мажу периодически. И вот даже кусочек ноги побрить пришлось. Собственно, это все татуировки. Да, я вроде ни о чём не забыл. На моём теле. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Голосуйте за меня.